Меня зовут Мациевский Николай, я технический директор Weba Group. Я расскажу о нашем опыте построения отказоустойчивого сервиса. Мы последние три года строили облако ARF для ускорения и защиты сайта. Мы наступили на огромное количество граблей, связанных как с хостингом, так и с теми вопросами, которые рассказывал Станислав по поводу выкладки апдейтов, ошибок, откатов и так далее. Я хотел бы тот опыт, который у меня есть, передать вам, чтобы вы могли, может быть, не прямо сейчас у меня послушать. О, да, мы об этом не думали, надо сейчас прямо сделать. Ну, может быть, с понедельника сделать что-то, чтобы сайты ваши работали лучше. Вот так вот. Оно так, да, будет? Или во весь экран? Так, оно переключается. Хорошо. Супер. Значит, на практике мы сейчас обеспечиваем отказоустойчивость 4 девятки, но знаем, как сделать из нее из 4 девяток 5. У нас просто инфраструктура, может, сложнее, чем сайт с базы данных. Поэтому у нас есть пара допущений, но на практике мы уже проверили решение, которое, условно говоря, мы включим сейчас, получим отказоустойчивость 5 девяток. Вот, собственно, что нужно сделать, где нужно какие рычажки нажать, я расскажу в ближайшие полчаса. Так, поехали. Какая у нас бывает, какая бывает доступность? Сразу, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Доступность 4 девятки или нет, 4. Значит, доступность, доступность на самом деле катализуется двумя вещами. Первое, как часто у вас сайт падает? То есть, если он падает, например, раз в месяц, хорошо. Если он падает раз в месяц на 8 часов, не очень хорошо. Если он падает раз в год на час, это вообще идеальная ситуация. Доступность будет в районе 4-5 девяток. Если же у вас сайт падает каждый день на 5 минут, то за месяц набегает те самые 2,5 часа. И вроде кажется, что вроде немного, а доступность на самом деле не такая высокая. Значит, 4 девятки – это порядка 5 минут в месяц, 4,5 минут простой в месяц. То есть, пользователи не могут зайти на сайт, он у них там не открывается по каким-то причинам. Что-то там отказало 5 минут в месяц. Соответственно, если мы на порядок увеличиваем 5 девяток, это недоступность сайта порядка 5 минут в год. То есть, только 5 минут в год. То есть, мы каждый день показываем, отгружаем, отгружаем, отгружаем. И тут у нас, значит, Новый год. С 23.55 до 0.00 у нас, значит, технический перерыв. Мы сайт не показали. И вот тогда у нас доступность 5 девяток. То есть, весь год мы работаем, а перед Новым годом на 5 минут можем отдохнуть. Вот, собственно, трудовые будни инженеров, обеспечивающих высокую доступность. Прежде чем я перейду к обзору практических решений и, собственно, к тому, как это пощупать и как это собрать, хотел бы рассказать, какие у нас есть аппаратные решения на рынке, из чего мы, собственно, это все собирать будем. Значит, ну, первое, там, нельзя пройти мимо. Самое дешевое, самое там, самое неотказоустойчивое решение – это, естественно, виртуальный хостинг. Он может лежать днями, может лежать днями. И при этом как со стороны разработчиков, так и со стороны владельцев хостинга могут не перерываться никакие вещи для того, чтобы что-то исправить. База данных отказала, ну, ладно, мы там посмотрим, вы нам тикет заведите, мы там вам ответим через 12 часов. Плюс ни один виртуальный хостинг, он предоставляет СЛА, то есть соглашение по уровню предоставления услуг. То есть сколько он будет лежать, вообще неважно, там за 100 рублей в месяц вам практически ничего не отгрузят. Чуть лучше вариантом, при том, что некоторые хостинг-провайдеры, которые отгружают виртуальный сервер, они предоставляют СЛА, то есть они говорят, что если у вас там виртуалка откажет больше, чем 8 часов, то мы вам компенсируем там. То есть один из хостинг-провайдеров, он сейчас выступал на прошлых конференциях, не буду его называть, не буду никого пиарить. Они дают СЛА. Не все, но кто-то дает. Плюс у большинства хостинг-провайдеров, которые отгружают виртуальные серверы, у них доступность в районе 2,5-3 девяток, то есть 99,9% в течение месяца, это в районе часа, простой в районе часа. То есть в принципе можно жить. При том, что Яндекс считает критичным как раз уровень 3 девяток, то есть если у вас 3 девятки и больше, то в принципе все хорошо. Плюс по цене вы можете не закладываться дополнительно на администрирование, есть там решение уже с администрированием. То есть в целом такая относительно хорошая лошадка. Но если вы всерьез думаете о том, чтобы вам построить именно отказоустойчивое решение, то есть мы сейчас не берем эксплуатацию, мы не берем, может быть, быструю выкладку изменений, мы не берем, может быть, экономику, но если мы берем отказоустойчивость, то есть у вас там проект с неплохой нагрузкой, которая должна работать всегда. То есть у вас там требования от заказчика. Всегда. Вот как это всегда? Всегда лучше всего, к сожалению, ну или к счастью, оно организуется только на выделенном оборудовании. То есть это либо вы арендуете арендованные серверы, либо ставите у хостинг-провайдера собственное железо. В перспективе оно всегда дешевле, но, к сожалению, нужно за него сейчас отгрузить денег. То есть арендованный оборудование всегда работает. Плюс правильный выбор хостинг-провайдера позволяет обеспечить не меньше четырех девяток. То есть есть хостинг-провайдеры, которые в совокупности недоступны по каким-то техническим причинам в течение года не больше часа. То есть я знаю, как минимум два, мы перебрали в районе 50 уже по всей России. Минимум два есть. То есть это реальный кейс, из них можно что-то собрать. И они причем независимые. То есть у одного одно подключение, другого другое. Можно из них даже отказоустойчивый кластер собрать, о чем я чуть позже расскажу. Следующий уровень по доступности, с чем мы тоже работали, работали так или иначе, использовали в инфраструктуре, сейчас не используем, это, естественно, облака. Облака за счет того, что у них внутри железо дублируется, единственная точка отказа у них канал подключения, то есть обычно они дублируют и каналы подключения к интернету, но очень часто, точнее, бывают ситуации, когда оба канала падают, либо падает электричество, там дата-центр, ну то есть очень редко, но сбои бывают. В этом случае облака потенциально они обеспечивают доступность не меньше, не меньше, чем хороший хостинг-провайдер. В перспективе за счет того, что железо поменять быстрее, может там облако, там все виртуализировано, то есть переезд с одной виртуальной железки на другую виртуальную железку, он обычно занимает десятки минут, реже часы. Переезд с одного железного серра на другой железный серра – это все-таки уже часы простое, если что-то вдруг сломалось. Поэтому в целом, если вы хотите вот сейчас прям доступность 4 девятки и ни о чем не париться, берем облако, если будет вопрос по поводу кого из облачных провайдеров брать, мы тоже протестировали пару, можем подсказать, ну или того, кого Bittrex использует, тоже вариант. И все, дальше мой доклад можно не слушать. То есть вот 5 минут прошло, берем облака и используем. Если у вас по каким-то внутренним причинам жажда знаний или экономика или требования заказчика, вы не используете облака, я расскажу, как на основе прямых рук и на основе правильного подхода собрать, в принципе, собственное облако, которое обеспечит вам отказоустойчивость 4, 5 девяток. Так, значит, и теперь у нас рекламная пауза, мы будем смотреть на причины недоступности сайта. Значит, ну какая самая распространенная причина, ну или почти самая распространенная причина, но, значит, лежит сервер базы данных. Он может там место на диске закончилось, покарабтились таблицы, там сессии перестали писаться, еще что-то, в общем, свело его, просто да не могу. Следующая распространенная проблема у нас ошибки в конфигурации веб-сервера. Разработчики где-то там что-то вкрутили, запросы в определенном месте перестали обрабатываться, или хит-аксес не так залит, или там скрипты не так вызываются, или картинки отгружаются через непонятно. В общем, у разработчиков или администраторов прямой руки, они так настроили сервер. У нас проект складывается за ошибок, человеческих ошибок в настройке. Наверное, топ-1 по распространенности ошибок – это ошибки в коде. То есть когда у нас на продакшн, когда у нас на боевой сервер, на рабочий сервер, выливается код, который заведомо где-то сбоит. То есть мы это там при тестировании его не обнаружили, но пользователи быстрее нас все нашли. Пользователи молодцы, мы не очень. Что с этим делал, частично рассказал Станислав, частично расскажу я. Наиболее распространенная ошибка, и она тоже приводит к отказу. То есть у вас все работает, железо работает, канал работает, сервер базы данных работает, ошибка в приложении, у вас сайт лежит. Все, ну, как бы полный алис, надо срочно чинить. Следующая чуть менее распространенная проблема, но, собственно, по поводу кэшей, вы тоже уже рассказали, слезы радости на наших глазах, у нас высокая нагрузка, это хорошо, если это именно пользователи, а не DDoS. Значит, в этом случае у нас тоже может произойти отказ, как тут уже было показано, при недостаточном проектировании инфраструктуры, отказ будет, и отказ будет там, ну, сразу моментально, фейрволами тут только вот выруливать. Это хорошая, на самом деле, новость, когда у вас отказ, единственное, из-за чего происходит отказ, из-за высокой нагрузки, и еще лучше, если вы знаете, что с этим делать. То есть, что делать, если на ваш проект пришло вот сегодня сразу там в 20 раз больше пользователей. То есть, если это с течением времени у вас как-то там плавный рост, вы можете спрогнозировать, подстроить оборудование, включить новые серверы, или там перенести проект на более мощное железо, это абсолютно нормальная практика. Все так делают, все потихонечку растут, потихонечку переносят. Сложнее, когда у вас резко там, из-за какого-то анонса, возрастает нагрузка там в 7 раз, в 10 раз, в 100 раз, и это все, естественно, приводит к отказу. Ну и, соответственно, финал, полный алис. Значит, когда у нас случается расслабон, то у нас отказывает железо. Значит, у железа, естественно, тоже очень много точек отказа. Это и диски, и память, и материнская плата, и блок питания, и сетевой порт, все что угодно, железо может отказать. Значит, если это виртуальное железо, понятно, что оно в течение какого-то времени, там, в основном это минуты, иногда часы будет перенесено, там, на рабочее железо обычное. Если это там выделенный серый, либо вот это ваша родная железка, она стоит в дата-центре, там сложнее, там приходится, естественно, иметь, как минимум, иметь бэкап. То есть бэкап спасет, но я расскажу, как, например, без бэкапов прожить долго и счастливо. Итак, что же нам со всем этим делать? У нас вот есть просто серебряная пуля. Ой, по-моему, не та презентация сейчас. А, все, слава богу, та презентация. Значит, у нас на самом деле в чем проблема? В том, что точек отказа у нас заведомо очень много. То есть Станислав в предыдущем докладе сказал, что он разделяет на контролируемый хаос и неконтролируемый хаос. Я предлагаю, на самом деле, не делая такого разделения, у вас все хаос. У вас может сломаться все, абсолютно все. То есть вы вот там поправили один символ, там, не знаю, картинку залили. Может сломаться все из одной из картинки. Может там закончиться место. Ну, я там утрирую, конечно. Или там переполнится там дескриптор, или там картинка не так в кэш положилась. Или там в ней был какой-то там код странный. И одна картинка вам чисто театрически может все поломать. И таких точек отказа у вас в проекте десятки. И вас вот просто там наличие более мощного железа, или там наличие более мощного, более надежного хостинг-провайдера, или наличие там мастер-слейф-базы данных, или просто наличие тестового окружения, оно по отдельности все, оно не спасет. Единственное, что спасет, это в целом методология повышения доступности, которая базируется на трех хитах. Значит, три хита высокой доступности. Значит, первый хит. Если у вас что-то упало, и вы быстро подняли, и это еще никто не заметил, значит, оно все так и было. Я начал свой доклад о доступности с чего. Что доступность у нас это частота, частота ошибок, частота сбоев на продолжительность сбоев. Если вы можете свести продолжительность сбоев к минимуму, то есть это 3-5 минут вы переключаетесь на резервное железо, на резервные виртуалки, на резервные хостинги, на резервные серверы базы данных, на резервных хостинг-провайдеров. Это значит, что вы сможете, в случае форс-мажоров, не знаю, DDoS-атака, на всего хостинг-провайдера, то есть не на вас. Или у хостинг-провайдера накрыл сетевой оборудование, или там сгорел дата-центр. Ну, бывает, в Киеве горели дата-центры. У него все сгорело. Если вы в течение 3-5 минут можете переключиться на рабочую копию железа, это значит, что вы обеспечили высокую доступность, и у вас там время простое, по факту 3 минуты, все. Я расскажу, что в реальности бывает с переключениями, как это в реальности можно обеспечить. Но если вы научитесь быстро, либо быстро откатывать изменения в коде, либо быстро выводить из строя отдельные железки, отдельные узлы, либо быстро заменять нерабочие версии софта рабочими. Опять-таки Станислав упоминал про менеджер пакетов, я тоже про него буду рассказывать. Это значит, что вы уже на треть научились работать с недоступностью сайтов, научились обеспечить высокую доступность. Следующий кит. Как я уже сказал, если что-то может отказать, оно откажет. Точек отказа, неконтролируемый хаос, на самом деле намного больше. Единственное, что можно с этим сделать, это постоянно двигаться в область высокой доступности, ну и там слушать доклады по типу моего, который предлагает конкретные решения, конкретные утилиты, конкретные практики, как вот взять там стек раз, два, три, это все настроить, чтобы оно работало там отказоустойчиво. И третий момент у нас, область тестирования, область проверки, область диагностики, она на самом деле расширяется. Она намного больше, чем код. Это, собственно, весь проект. И проект должен уметь сам себя диагностировать, мониторить внутренний и внешний мониторинг, который позволяет понять. У нас вот сейчас, мы выкатили новые версии, сейчас хорошо, отлично. Через час у нас все хорошо или плохо. Если у нас все плохо, то что нам делать? Потому что вы не сможете посадить оператора, который будет там, ну пусть даже если у вас есть 20 проектов, вы посадили девочку, у нее там, не знаю, моргает там забег с всеми огоньками и говорит, если у вас тут красное, нажмите эту кнопку. Оно так не будет работать. У вас красных кнопок там будут сотни и тысячи. Вам нужно обеспечить решение, которое может понять, что у него неполадка и принять какую-то меру по локализации или устранению этой неполадки либо сигналу вам, что у вас там алярм-алярм, нужно человеческое решение. Потому что не всегда, редко, но не всегда требуется человеческое участие. Практически все вещи, которые приводят к отказам, они могут быть заскриптованы, они могут быть через утилиты отслежены и может приниматься автоматическое решение по обеспечению как раз отказоустойчивости. То есть тестирование – это не только тестирование кода, это не только отдельное тестовое окружение, куда вы все вылили и все прогнали, это еще и само тестирование все время жизни проекта. То есть у вас там подключен мониторинг, вы видите метрики, по этим метрикам принимается неотложенное решение. Например, вам нужно переключить DNS в течение трех минут после сбоя. Вы делаете автоматику, она переключает там 3 минуты сбоя, она переключает DNS, время жизни DNS еще там 5 минут, в течение там 15 минут максимум пользователь уже открывается с резервной версией сайт и все хорошо, все работает. Это абсолютно реальные прикладные решения, которые можно использовать. Значит, да, и собственно, мы переходим к ним. Значит, первое, что вы делаете, вы дублируете все. То есть у вас не просто там где-то стоит железка на всякий случай, либо у вас закинуты деньги на баланс, и вы можете сейчас вот железку заказать, она там к вам приедет, либо вы там через панельку сделаете копию вашего нерабочего на момент, собственно, отказа виртуального сервера и попытаетесь с ним развернуть. Нет. Если у вас есть какой-то узел, который может отказать база данных, там отдельный веб-сервер, сервер-приложений, там файловое хранилище, там, не знаю, менеджер-интерфейс, оно должно быть продублировано. Это вот просто must-have. Без этого вы не получите отказоустойчивость. То есть вы можете за счет технических решений приблизиться, как я уже сказал, некоторые хостинг-провайдеры представляют серверы, достаточно надежные, и у них там отказоустойчивость в районе четырех девяток. Да, но, к сожалению, вы до пяти девяток не дойдете. То есть вы либо все дублируете, чтобы обеспечить отказу, то есть вы говорите, мы там больше трех-четырех девяток не поднимаемся. Все. Это технологическое ограничение, которое не позволит вам пройти дальше. Дублировать нужно все. Второй момент. Синхронизация. По поводу репликации баз данных я даже вступать не буду, потому что сегодня, по-моему, еще три докладчика на тему базы данных, и они, собственно, расскажут, как правильно настроить мастер-мастер-репликацию или хотя бы мастер-слейв и переключение слейва в положение мастер. Битрикс на эту тему рассказывал два-три года назад, достаточно много, как они организуют битрикс-24, чтобы именно переключаться в случае сбоев. Но при переключении баз данных уже есть готовое решение. Эта тема, на самом деле, для отдельного доклада. По поводу репликации файлов. Тут была тема по поводу кэшей. У нас сложилась обратная практика. То есть у нас все кэши, они не реплицируются. Мы не реплицируем кэши. Если у нас идет прогрев проекта, у нас инфраструктура устроена так, чтобы прогрев не приводил к падению. То есть если прогрев приводит к падению, то прогрев – это у нас нормальная ситуация. То есть у нас, условно говоря, каждый день что-то падает, оно поднимается, оно прогревается, оно работает дальше. Прогрев не должен быть аномальной ситуации, которая приводит к падению с файрволами. То есть если вдруг у вас такой бюджет, что вы решили разработчикам 100 тысяч выплатить, а еще на одну железку 5 тысяч зажали, окей, хорошо. Но это ваша ответственность, ваше решение. В целом вы можете построить инфраструктуру, которая не требует, она не будет падать при холодном запуске с нуля. То есть кэш хорошо, он там снижает нагрузку, он позволяет там какие-то пики сглаживать, но если в момент запуска у вас все ложится под нагрузкой, где-то что-то не так. Это не должно случаться. То есть когда мы, ну, мы реплицируем состояние системы, я подозреваю, что мы состояние кэшей не реплицируем. То есть у нас есть, там, сколько-то резервных копий системы, при этом кэши, они на каждом, на каждой резервной копии могут быть в любой момент сброшены, чтобы привести все копии к одному состоянию без кэшей, либо они просто не учитываются. То есть у нас немножко разные версии могут быть системы, там, один пользователь получил одну страницу новостей с одного узла, другой пользователь получил другую страницу новостей с одного узла, но это не является критичным. То есть, ну, если для проекта не критично, он кэши не синхронизирует самостоятельно. Если является критичным, просто все кэши сбрасываются, они заново обновляют файлы, либо есть механизмы, естественно, синхронизации кэшей, но они опять-таки работают отдельно от холодного старта. То есть есть процедура холодного старта, когда у нас кэши нет, есть процедура заполнения кэшей теми файлами, которые должны быть всегда прогреты. Это две разные процедуры. Для того, чтобы синхронизировать файлы. Для небольших проектов, там, когда у вас файлов немного, и в целом они обновляются не очень часто, то есть в целом вы через админку что-то заливаете, там может быть тысячи файлов в день, то есть это не в час, не в минуту в день у вас тысячи файлов. Хорошо подойдет Dropbox. Dropbox, может быть Яндекс.Диск, Яндекс.Диск мы не тестировали на Linux окружениях, в боевом режиме Dropbox, мы достаточно активно протестировали. В целом хорошо, то есть он где-то раз в год может на час или на два отключиться, синхронизация именно, то есть нам это не подошло, потому что нам нужно все время синхронизировать. Но в целом по надежности, по двусторонней синхронизации между различными узлами именно файловой системы, он очень хорошо подходит, 5 гигабайт бесплатно дает, для небольшого среднего сайта может вполне хватить. Если вам нужно собственное решение, отлично подойдут утилиты и демоны на основе R-Sync. Мы тестировали, отлично работает L-Sync, есть B-Sync, C-Sync, O-Sync и так далее. Там целый зоопарк. Вы можете взять, протестировать еще парочку, понять, какие в вашем технологическом процессе встраиваются и обеспечить полную репликацию файловой системы. Еще раз подчеркну, у вас есть два идентичных, два или более идентичных окружения, которые между собой синхронизируются. То есть есть, словом говоря, одно рабочее, которое с себя сливает файлы, либо есть несколько рабочих, на один идет нагрузка, и вы с одного, на еще один, между первым и вторым, как-то реплицируете файл. Это все работает. Если у вас точка из мини-файлов одна, работает очень хорошо. Если вдруг у вас точек из мини-файлов чуть больше, у вас начнут появляться копии, вам нужно будет решать конфликты. В том случае, если вы одновременно с двух точек изменили один и тот же файл. Если в вашем бизнес-процессе это будет критично, можно подумать над тем, как разрешать конфликты. То есть мы просто перестроили бизнес-процесс, чтобы у нас не было конфликтов. То есть у нас там файл один изменяется только в одном месте, и все. Он не должен больше, чем в одном месте изменяться. То есть во всех стендинг-местах он реплицируется, если нам нужно поменять мастер, там мастер становится мастером по репликации файлов, и с него начинают разливаться все файлы. Все достаточно прозрачно. Для синхронизации конфигурации, то есть у нас там следующий большой блок, мы синхронизируем конфигурацию между узлами. То есть у нас есть рабочее окружение, и нам нужно, чтобы они всегда были в одинаковом состоянии. Более того, я чуть дальше расскажу, у вас кроме основного и резервного узла практически всегда еще будет тестовый узел, на который вам тоже как-то нужно в актуальном состоянии передавать конфигурацию. Вот для синхронизации конфигурации мы используем сальт. В сальт закладывается весь набор текущих узлов, правила по формированию конфигурации, и он, соответственно, при внесении изменения конфигурации спокойно разливает на все узлы. Все узлы получают идентичные наборы конфигурации. Это очень сильно решает проблему, если вдруг один узлов откажет, нам нужно вести в строй другой, мы вообще не думаем, они идентичны или не идентичны. Они идентичны. Там может быть разница в кэшах, но она не критична. Соответственно, возможны проблемы, очень интересные проблемы при работе с сайтами. Я надеюсь, что об этих проблемах синхронизации мне зададут вопрос, на него с радостью отвечу. Но мы переходим дальше. Как Станислав уже упоминал в предыдущем докладе, следующий блок, который требует синхронизации, это, у меня это названо, приложение. Это могут быть как приложения, так и исходный код сайта, если он у вас завернут в пакет, так и ваши скрипты, если они завернуты в пакет. То есть это некоторый пакетный подход к выкладке. То есть вы не просто из репозитории вылили определенную ветку или там смержили что-то. Вы взяли, завернули эту ветку в пакет и этот пакет разлили по серверам. В принципе, если у вас не так много окружений, которые нужно и держать в идентичном состоянии, вы можете не использовать пакеты. То есть вы можете либо просто файлы раскладывать, либо из репозитория, в смысле из гитая, либо из свена, выливать там актуальную версию файлов каждый раз, если два или три узла, это вполне допустимо. Либо синхронизировать просто файл, то есть вы в одно место залили новую версию кода и она там отреплицировалась дальше, при том, что не должно возникать конфликтов между всей структурой базы данных и новым кодом. То есть должна быть обратная совместимость. Если вы поддерживаете это правило, тогда все хорошо. Если вы это правило не поддерживаете, тогда вы просто меняете рабочее окружение в рамках обеспечения отказоустойчивости. То есть вы вводите новый полностью готовый сервер и переключаете на него нагрузку. То есть это некоторый другой сценарий по обеспечению отказоустойчивости. Словно говоря, у вас все упало и вам нужно ввести в строй новое железо, а вот новое железо уже готово. Достаточно характерный сценарий. Отдельно остановлюсь на тестовом узле. Это просто must-have, если вы собираетесь обеспечить отказоустойчивость. То есть если у вас есть галочка «Мы хотим отказоустойчивый сайт, отказоустойчивый проект, отказоустойчивый интернет-магазин», значит у нас должно быть тестовое окружение. Это не просто машина разработчика, где он там проверил код, вроде все работает. Нет. Это, как Станислав упоминал, они раз в день сливают на тестовое окружение актуальные базы данных. Можете делать раз в день, можете раз в час, в зависимости от того, насколько большие у вас базы данных. Но тестовый узел является максимально точной копией вплоть до конфигурации, вплоть до файлов, вплоть до менеджера пакетов вашего боевого узла. То есть максимально точная копия, на которой вы тестируете все изменения. То есть она может не реплицироваться автоматически, а реплицироваться, например, по запросу, но при этом она является точной копией. Только в этом случае вы сможете там 90-95% ошибок отсечь на стадии тестирования. То есть если вы начинаете отсекать ошибки на этапе выкладки в production, у вас начинает все ломаться там 20 раз чаще. И это именно человеческие ошибки. Если вы начинаете отсекать ошибки на этапе, значит, в несколько этапов. Первый, мы проверяем все на тестовом узле, у нас все работает, там все хорошо. Затем мы выкладываем, проверяем на боевом узле по маркерам, что у нас нет ошибок в логах, у нас там, не знаю, нагрузка не увеличилась, у нас пользователи довольны, все открывается там первые там, словно, какое-то время, там 5-10 минут после выкладки у вас настроены маркеры, система сама себя может продиагностировать в этом смысле. И третий этап, как уже упоминали, это некоторый пост-вью, когда вы там можете через неделю обнаружить, что у вас там неделю назад была там неудачная выкладка, то есть какие-то фичи на самом деле приводят к непредсказуемым последствиям, вам нужно откатиться. Но опять-таки это все отслеживается, вам не нужно это дополнительное время, вы один раз настроили процесс, один раз настроили систему, которая сама себя диагностирует и принимает решение в момент там неполадок, что нам нужно отключить, или там, не знаю, сервер вышел из строя, но при этом Nginx работает, а база данных отвалила. Значит, там Nginx опускается, и там внешний сигнал, что сервер ушел, то есть у вас не железный отказ, а софтовый отказ или отказ базы данных. При этом, соответственно, у вас проект там в течение полминуты вы теряете там на простой сервера или там минуту, но при этом отказоустойчивость у вас там на уровне 4-9, потому что вы смогли быстро переключить отказавшее оборудование. Значит, по поводу балансировки. Да, DNS хорошо, но меньше 15 минут на практике вы не получите. То есть если вы оставляете время жизни 5 минут, там 3 минуты по спецификации, это минимум, оставляете 3 минуты на практике в районе 5 минут, там для большинства пользователей, для половины пользователей будет 5 минут, время простое при переключении DNS. Если там для 80-90% в районе 15 минут, потому что кэширующие DNS серверы, они 90% меньше 15 минут ТТЛ не понимают. Поэтому если вы используете балансировку через DNS и отказоустойчивость через DNS, то закладывайте сразу, что у вас минимальное время простое будет 15 минут при простое. То есть у вас случается сбой раз в месяц, то у вас 15 минут будет простое, если там какой-то железный сбой. Значит, чуть более отказоустойчиво, в смысле на порядок более отказоустойчивого решения, возможно, за счет протокола BGP, когда вы делаете IP не каст, и у вас там снаружи пользователь видит там несколько точек и может на несколько точек зайти, либо вы по падению одной точки можете в течение минуты поднять вторую точку, чтобы она на себя принимала трафик. Но для этого нужна собственно автономная система, собственно IP-адреса, либо договариваться с хостинг-провайдером, чтобы они вам IP-фелловер могли предоставить. То есть это отказоустойчивость на порядок лучше, по времени простое, но при этом требует больше компетенции от вас в настройке сервера и чуть больше денег в плане обеспечения отказоустойчивости. И, значит, да, как я уже сказал, мы не встречали хостинг-провайдеров, которые бы не лежали. Честно, мы уже много лет там всех тестируем, все лежат, все. Вот 100% лежат. Они могут лежать раз в год, могут лежать раз в месяц, могут раз в неделю, в зависимости от того, как у них там что. Могут лежать 5 минут, 15 минут, полчаса, 24 часа, но все лежат. Но есть варианты, когда хостинг-провайдер лежит очень редко и очень недолго. То есть обеспечивая в районе 4-9 в течение года. Очень важный слайд. Кто хочет больше посмотреть про самолечащиеся системы, я вот рекомендую ссылочку ниже. Self-Hueling System либо Autonomy Computing. Вики находите. Там, собственно, очень много разделов. И то, что вам нужно внедрить в рабочее окружение, это некоторые триггеры состояния, которые будут принимать решения на основе того, что у нас сейчас с нагрузкой, с сервером происходит. То есть если у вас возникает некоторый критичный порог, там, не знаю, диск начинает отказывать, у вас там какие-то неполадки, то есть вроде все хорошо, диск начинает отказываться, и он вообще отказал, он там запросы не приходит. Вы говорите, окей, сервер у нас не рабочий, мы переводим нагрузку на другой сервер. Если вдруг там действительно диск вышел из строя, и в диске проблема. Если у вас там отказала база данных, мы говорим, окей, мы очень быстро сказали, сервер баз данных положили, теперь мы отдаем с другого сервера баз данных. То есть это некоторый набор правил, по которым ваша система будет сама себя диагностировать, сама себя лечить. Да, это немножко сложнее, чем просто взял, положил код, оно работает. Но это единственное, что позволит, ну, одна из немногих практик, которые в совокупности позволят вам обеспечить как раз ту самую доступность пять девяток. То есть вы можете это не делать, и в принципе как-то жить с тремя-четырьмя девятками. Если вы хотите там высокой доступности, без этого никак. Только самолечение, самодиагностика и принятие решения. И буквально еще две минуты по поводу экономики. Значит, если вам нужна доступность четыре девятки, как я уже сказал, вы, у вас три окружения, рабочее, резервное, тестовое. Через DNS, через, например, внешний мониторинг или внутренний мониторинг, вы переключаете между основным и резервным окружением в случае каких-то проблем. Основное резервное окружение это независимые хостинг-провайдеры, независимые, потому что там половина проблем это какие-то проблемы у хостеров. И, естественно, полностью идентичный тестовый узел. То есть на железо вы тратите всего там в два-три раза больше. Вы немножко больше тратите на тестирование, на поддержку там системы, но это реально чуть-чуть. То есть вы настраиваете окружение, которое будет там самолечащимся и начинаете его реплицировать. То есть это одно и то же окружение, оно просто чуть-чуть сложнее. Это реально не в пять раз больше у вас времени на это уйдет и не в пять раз больше вам нужно будет людей. Я тут написал автотест на два. Это как бы оценка даже сверху. Наверное, в полтора раза у вас больше увеличится тестирование и немножко больше вам потребуется компетенции, потому что чуть сложнее тема. Может быть на 10-20%. Если же вы заморочитесь доступностью пять девяток, как мы, например, то есть у нас цель обеспечить доступность пять девяток для всех сайтов, которые подключены к Али. Тогда must have вам нужна автономная система, собственный пул IP-адресов либо аренда IP-адресов. Это стоит немножко дороже. Там в районе 10 тысяч в месяц вы будете отдавать за собственный блок IP-адресов, но это того стоит. Вы можете обеспечить переключение в течение трех-пяти минут после сбоя, и это реально там, если вы еще поставите хорошее железо, хорошие каналы, это реально позволит вам ту самую доступность пять девяток на практике иметь очень быстрое переключение в случае сбоев и хорошее достойное оборудование. На ЗАСИМ у меня все. Так, аплодисменты, товарищи. Спасибо. У нас есть вопросы из онлайна. Сейчас, одну секунду. Отлично, супер. Я очень рад. Давайте вопросы. Значит, первый вопрос. Так, каким сервисом можно точно померить отказоустойчивость бесплатно? Я прямо, я прямо это, не знаю, я растерялся. Точно и бесплатно? Яндекс, метрику Яндекса предлагают и Apache Benchmarking Tool. Отлично. Значит, Apache Benchmarking Tool, он меряет высокую нагрузку, то есть насколько у вас сервис к высокой нагрузке, это там другая сторона отказоустойчивости, то есть где у вас предел по запросу, по однотипным запросам со стороны пользователей, а Яндекс.Метрика, она меряет, собственно, внешнюю доступность, то, что называется именно доступностью. Но, к сожалению, она не меряет точно. То есть если у вас посещаемость сайта небольшая, Яндекс.Метрика будет заходить на сайт раз в полчаса, и, соответственно, погрешность доступности, она там будет, ну, очень большая. Поэтому, ну, измеряйте Яндекс.Метрикой. Вот есть еще там инструменты, я знаю, ping-админ вроде с какой-то частотой позволяет раз в час бесплатно мерить. По-моему, ping-dom позволяет тоже там с какой-то частотой вроде раз в час. WebPulsar тоже раз, по-моему, в три часа. То есть бесплатно и точно, они самоисключающие вещи. Вот можно бесплатно, а можно очень точно. Вот. Ну, реально точное измерение доступности. Сейчас есть провайдеры в районе, там, не знаю, 100 рублей за сайт, раз в минуту они вам будут опрашивать. Либо вы у себя же, если у вас там все-таки есть какой-то разработческий сервер, поставьте тот же Zabbix или там еще там пяток инструментов, и спокойно вы с точностью до 10 секунд можете доступность всех ваших сервисов померить. Это немножко сложнее, чем зарегистрироваться в бесплатном сервисе, но это того стоит. Так, еще вопрос философский. Нужно ли сейчас уделять большое внимание скорости сайта, учитывая увеличение скорости интернета и развитие браузеров? Да, конечно, потому что сайты стали тяжелее, еще быстрее, чем интернет стал быстрее. Вот так вот. То есть рост сложности, рост размера сайтов, он сейчас немножко опережает темпы роста подключения, плюс есть проблема с стороны мобильных пользователей. Сейчас интернет стал мобильным, и средняя скорость загрузки сайта за последний год, она, по-моему, на 10% уменьшилась. То есть сайты стали на 10% медленнее в среднем, в основном из-за тяжести, там больше картинок, больше скриптов. И, на самом деле, подключение к интернету, мобильное, оно сильно не улучшилось вот за последние 3 года, но как было там в районе одного там мегабита, там нескольких мегабит, оно там в целом так и остается. Так, еще вопрос. Какими инструментами можно смоделировать высокую нагрузку? В комментах упоминается Яндекс.Танк и Апач АБ. Да, Апач Менчмарк, Джей Метр, чуть более этот самый профессиональный инструмент, естественно, этот самый Яндекс.Танк, и сервисы Flow От Импакт мы им часто пользовались, хорошо можно сценарий задать, но не требует там дополнительно что-то настраивать, копаться в коде, и позволяет там чуть лучше именно пользователей проэмулировать, ну вот, если сервисы брать. Еще вопрос Альтернатива Забикс. Господи, я просто не помню, я вот так терминами… Зал, вы мне поможете Альтернатива Забикс? Нагиус, так. Кактус? Все, Нагиус, Кактус. А еще Мунин, Мунин вроде, вот, помнил, мы чем-то, Мунин. Тут еще есть очень большой вопрос с обсуждением по поводу хорошего хостинг-провайдера, с кучей подробностей, но это я попрошу уже ответить просто в комментариях, может быть. Хорошо, давайте так, да, да. Все, тогда, наверное, вот из онлайна вопросов больше нет. Спасибо большое, Николай. Спасибо вам большое.